Первый урожай огурцов собрали в круглогодичной теплице в селе Свердах в пригороде Якутска. Сегодня совместный якутско-японский объект посетил глава города Айсен Николаев. Напомним, что теплица заработала в конце прошлого года. Первым делом там посадили помидоры и уже этим летом собрали около 20 тонн урожая. Сегодня в теплице вместе с помидорами уже растут огурцы. Первой их попробовала наш корреспондент Марьяна Кутукова. Семена огурцов высадили 8 августа. По планам до конца года более полутора тысяч кустов дадут порядка 11 тонн урожая. Первые огурцы получат в детские сады Якутска. Затем они поступят на продажу в магазины Иллина Нер, Паярков и Якутский хлебокомбинат. Стоимость овощей будет определена по рыночной цене. Сорт выбрали Пакта фирмы Der Euter. Это теневуносливый сорт, специальный для таких теплиц. Выбрали мы его, потому что он теневуносливый. Требует меньше света, чем остальные сорта, а свет, как мы называем, он дорогой. В круглогодичной теплице работают два человека. При том, что по ночам уже заморозки, температура в теплице 24 градуса тепла. Первое, что бросается на глаза в этой теплице, это отсутствие почвы. Вместо нее здесь вегетационный мат. Если присмотреться, то под пакетом есть минеральная вата. По сути, это стекловата. Такой способ используется во всех промышленных теплицах России. Добавлю то, что в этой теплице все автоматизировано. Есть капельная система полива, а натриевые лампы, которые заменяют солнце, включаются по расписанию ровно в 6 или в 5 часов вечера. На вкус огурцы оказались очень сочными и хрустящими. Скоро экологически чистых овощей станет больше, так как на площадке идет подготовка к строительству еще двух теплиц. Мы уверены, что в этом году будет заложен фундамент на теплице общей площадью 1 гектар. И эти теплицы уже будут к середине следующего года полностью построены. А также потом уже в следующем году начнется строительство третьей этапы, общей площадью 2 гектара. И до конца следующего года мы планируем, что будут построены уже в полном объеме весь наш тепличный комплекс общей площадью 3 гектары. В будущем в этих теплицах будут выращивать огурцы, помидоры и зелень. Не исключают эксперименты в виде клубники. К слову, о проекте круглогодичной теплицы на вечной мерзлоте на высоком уровне говорили на прошедшем Восточноэкономическом форуме. Условия финансирования проекта обсудили даже премьер-министр Японии и президент России. Но пока этот вопрос еще решается.